Galaxy Raiders Adventures Галактические рейдеры приключения Так чтобы летать Допустим арсенальщик, ну канонерщик, тяжелой канонерщик Красный Филибр допустим у него НК-2 Ну мастер-бластер Обычно мастер-бластер может и НК-1 Он подразумевается всегда Что мастер-бластер НК-2 Он ПС-20 не так же вооружение То есть ему в паре нужна еще одна канонерка Или кто-то сапилот на его корабли Он сапилот уже не выгнал, так с двух корабли С пары к нему Однопушечный корабль У него может дополнительные пушки быть, но там Колтубел заграничен А в высшем уровне это фрегат Вот на фрегате желательно брать Спортно Ну на фрегате можно спортно То есть если канонерку подбили Зачем теперь летать на канонерке? То есть эту продали А что в страховке, допустим, забрать страховку Купить себе фрегат У тебя на фрегате уже две канонерки И все вместе даже после Ну фрегат может, например Лидер МК-2 иметь Суппортер МК-2 Ну теперь чем он лидер В тем, что он может В общем командная звезда Ну там он имет Три Тайфайтера Треугольник этот Тайфайтер И в фрегатах, и там если в случае боя Там они могут увеличить У тех, ну вот Тайфайтер Тридцать гб Тридцать маневренность Ну у него скорость Так, шестьдесят на маневренность На том уже кто в них разделся Кто МК-1, кто МК-2, кто МК-3 И линейная у них может и двести Там у тебя в зависимости от того, что они там Технология производства Кто производитель То есть он может и девяносто такой быть Ну обычно там, конечно, повыск Сто двадцать Ну линейная Сколько по этой скорости Двести максимум Считается, что пристав Маневренность, то есть люди У персонажа МК-5 То есть еще плюс сто Ну по двадцать, да МК-2 Ведь это триста скорость Нужно выжать там Ну обычно там двести сорок Чёрно-зарков Чем его Чёрно-зарков У него восемьдесят маневренность НК-2 скорость НК-2 броникорб Вот у него плюс сорок То есть двести плюс сорок А он двести сорок А МК-3 с них Выжина двести шесть А у него, допустим У него восемьдесят маневренность Или там Голд Нужина, которого тридцать маневренность Или любого Нужина там Он может двести шестьдесят Выжимать Или там Ну накормят какие-то Башни Мастер-бластеры Ну Башни медленные Раза в два там Сложнее немножко Ну с них как бы С кормы можно хорошо Внесить Бомбард шары там То есть плазменными шарами Стреливать Ну шары это как Расплав плазмы То есть надо иметь какую-то Консистенцию Какого-то Сплава, который Стрелять, который То есть сплавы тоже покупаются Сплавы и броня Это все вылитые там И валюта это тоже вылитые там Роскошь вылитые Торфей можно Мясо 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 То есть Взять меньше там Углым размером Допустим Нужен ручной базон А есть какой-то Космозахват А еще Персонажа хороший Космозахват Зачем Что ему надо Ну ручной базон Ну там А денег Какие-то Да Захват Допустим Крупный захват Ну который тянет Больше Ну там Может он и сопоставимо С его захватывать Даже больше его Ну Если он большой размер То его поставить не будет Ну то есть На Исминце Или там На корове Куда поставить То есть И так уже большой А то тут уже Мегры То есть надо пилоты искать Мегры Размеры Там Там Мародеров Или Анубиса Анубис Это А кто-то Будет там Пакет Ручной базона Ну Ящики Ручного оружия Ну Обычные ящики Обычные стрелковые Обжитания Ну типа Firehires Они Служат для Ну каких-то стрелковых Там Там Здание Какое-то Конформируют Внутри здания Чтоб Сопрессия Какое-то там Составить Если Случай Атак Или там Пойти какие-то Подземелья Эти Кошму Муравьи Там Нарыли что-нибудь Посмотреть Если Там Слизни Пролезли Еще Еще Что-нибудь Ну да Для геневых цивилизаций Ну конечно Всегда Скораживая Небесная цивилизация На поверхности И там Ведут Супрессию А Для серьезных Персонажных Уже битв Для павлов Для персонажа Обычных Мощнее Штурмов Отряда Штурмов То есть он может Со своим отрядом Упали вместе Там Отрядом Других Штурмовиков Или Куда там То есть как можно С питона Атаковать А также можно Со штурмовиками Которые Уравнилит Питона Защищать В зависимости Кто элитник То есть влияние характера То есть компетентный Характер Это МК-2 А МК-1 Это Экскомпетентный МК-3 Это Дэншру Шоу Дэншру МК-4 Дэдли То есть Смертили Но может быть Смертили Дэдли Всегда только указываются Дэдли Но Дэншру И МК-2 Элитник Элитный Характер Эксель Дэншру Так Персонажи Помимо всего Можно прокачивать Ну свой характер За счет персонажных Бонусов То есть Но тут Персонажный бонус А уже такой бонус Потому что там в зависимости от Уровня битв То есть Каждая система указана Там Система Звездная система Статус Дэншру Если там какие-то бои идут А персонаж Вот это же он Рейдер У него вроде и броня есть И скорость там Указана в Дэншру А он Рейдер даже по мульчанию Это не важно Как у него краска Он компетент И все А Ну и вот типа Вот артефакт Изъем Тинь Текстиль ГБ Может артефакт И так Это Так вот На сканировании То есть Это усиление И Пронимав систему Попытаться там Пролететь Или там Вообще Посмотришь Что там А для других это вообще там Супер опасно То есть Только Вот Тинни-нижи У них Обычно Может там Или там Дэтли То есть Они могут Как полуш Стелс Или в стелсе Там В оси родных полях Прятаться И В поле Атаковать Соперника Заманивать В оси родных полях Он Маневрировать Пытаться Дольше В оси родных Обычно До маневрирования В оси родных полях Это дополнительно Идет навигация К маневрам Потому что там Как бы Основная Маневрия Понижается То есть Тоже Статус Полей Опасность МК-1 МК-2 МК-3 То есть Маневрирование Если было 40 МК-1 МК-2 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 МК-3 МК-3 МК-1 МК-3 МК-2 МК-1 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 Своебразное космическое просто. То есть он не хочет присыматься на своем движке, применять, что-то.